всем огромный привет меня зовут мария рада приветствовать вас на канале интернет-магазина парфюмерии косметики rendezvous.ru мы сегодня с вами поговорим на очень интересную тему а именно на тему табачных ароматов я считаю что в принципе знаете это направление одно из направлений где композиции являются максимально унисексовыми то есть наверное в 90 процентах из 100 если аромат табачный то он подойдет как мужчине так и женщине единственное конечно это уже дело вкуса допустим не все женщины к примеру любят табачные ароматы поэтому считается как бы принято считать что это больше мужские ароматы но я думаю в принципе в данное время наверное в наше время многое женщин которые также предпочитают табачные ароматы но здесь еще знаете наверное зависит от того в принципе какой табачный аромат какие ноты входят в этот аромат табак какой он бывает табачные ароматы прям с явно выраженным таким сигаретным подтоном. Эти композиции, наверное, больше нравятся все-таки мужской части населения. А бывает такой мягкий табак. Я, допустим, очень люблю вишневый табак именно в парфюмерии. В общем, в принципе, как я сказала, я люблю это направление. Иногда даже, знаете, именно табак с таким немного сигаретным уклоном тоже звучит красиво, смотря как он обыгран. И как, в принципе, я сказала вам, что поговорим о табачных ароматах, а именно мы поговорим о подборке с вот такого вот замечательного арома бокса под номером 54. Здесь у нас 8 ароматов. Это, знаете, на мой взгляд, наверное, самые такие хитовые, популярные ароматы из этого направления. Здесь у нас такие вот миниатюрочки по 1,5 мл. И, в принципе, такого объема вполне хватает для того, чтобы познакомиться с ароматом, сделать выбор. И на сайте Рандеву представлено огромное множество таких арома боксов, различные подборки как по нотам, так и по брендам для мужчин, для женщин. Поэтому я уверена, что вы на сайте Рандеву найдете для себя свой идеальный арома бокс. И, знаете, это отличная возможность для того, чтобы познакомиться с ароматом, при этом не тратить на это много денег, не совершать ошибки, не покупать ароматы вслепую. Приобрели такой бокс, интересующийся вас в тематике, попробовали аромат, сделали вывод. Хотите вы, нет. Мне лично такие арома боксы сэкономили очень много денег. Итак, первый аромат этого с Байреда Ут и Мартель. И аромат, наверное, забегая вперед скажу, для меня, наверное, он по звучанию больше в мужское направление. Потому что все-таки композиция звучит довольно брутально, я бы сказала так. Аромат у нас на такую прям специевую тему. Здесь и древесные аккорды, именно, знаете, наверное, даже больше удовые, я бы сказала, аккорды. Также различные специи. Табак. Табак здесь очень красивый, красиво обыгранный. И, знаете, этот аромат звучит очень так ладно, красиво, но при этом, как я сказала, я лично в нем ощущаю такую, знаете, брутальную какую-то базу. То есть, больше он, конечно, в такое мужское направление. Но, опять же, здесь эта тема такая относительная. Красиво звучит, ладно, скройные специи Ут. Ут для меня, кстати, я бы не сказала, что здесь медицинский, но при этом он ярко выраженный. Даже как будто бы немного ванили добавлено в Ут, то есть Ут немного такой сладенький, но совсем чуть-чуть, не совсем сладкий. В общем, красивый, яркий аромат, звонкий. Он, кстати, очень такой говорящий, можно сказать так, то есть шлейф у него довольно большой. Звучит красиво, интересно. И, как я и сказала, в принципе, это у нас подборка табачных ароматов. Табак здесь есть, он мягкий. Здесь он абсолютно не звучит, как сигареты. Нет, абсолютно нет. Также здесь нету вишневости в табаке. Он, как-то, знаете, звучит классически табачно. И все это приправлено специей, кардамона немного. В общем, красивый аромат. И я, как сказала, больше вижу его на мужчине. Думаю, будет очень такой достойный вариант. Я думаю, если даже подарить такой аромат мужчине, он будет в восторге, потому что действительно композиция звучащая очень презентабельно. В общем, будет дополнять хорошо образ и придавать даже какой-то брутальности образу. Следующий аромат – это франк-бакле табака. Это действительно аромат на тему табака. Табак здесь очень приятный, мягкий, сдобренный ванилью. То есть прям явно ощущается сладость. В ваниле здесь присутствует гвоздика. Гвоздика – именно пряность. Также сухофрукты. Я ощущаю здесь и чернослив. В общем, различные сухофрукты. Сладость. Вот именно сухофрукты и ваниль придают здесь сладость. Он сладкий, он приятный. Это 100% унисекс. Если про первый аромат я вам сказала, что он как-то для меня больше, а вот в моих ассоциациях, как-то относится к мужскому аромату. То здесь это 100% унисекс. Я прекрасно его представляю на девушке. Он мягкий. Он такой обволакивающий, окутывающий. Просто вот в нем присутствует мягкость. И знаете, я не скажу, что аромат прям сильно теплый, но он и не холодный. Вот именно что-то такое среднее, золотая середина. Мягкий. Я бы даже сказала вкусненький. Действительно, здесь напрашивается такое не очень красивое, конечно, описание. Но вот он какой-то такой очень приятный и очень мягкий. В нем нет никаких выбирающих таких нот, которые могут напрягать. Абсолютно нет. Все ладно, мягко, красиво. Следующий аромат у нас от бренда Initeo. Называется он Rehab. И здесь, кстати, честно говоря, я бы, наверное, даже сказала, что этот аромат не то, что больше будет звучать как женский, но он идеально будет смотреться, в принципе, и на женщине. Здесь у нас на старте лаванда и бергамот. То есть, когда вы наносите прям такой звонкий, бодрящий старт. В принципе, лаванда, если так разобраться, она чаще всего присутствует в мужских ароматах. Мне кажется, не так давно вот это вот пошло такое веяние, новая мода, добавлять лаванду и в женские ароматы. В основном это как бы такая прерогатива мужских ароматов. Но здесь это абсолютно не делает аромат каким-то мужским и брутальным. Здесь, наоборот, придает какой-то свежести. Далее появляется мягкий табак. Хотя, в принципе, насколько я помню, в пирамиде этого аромата табака вообще не заявлено. Но действительно, эта нота здесь ощутима. Но здесь, знаете, все как-то это хорошо смешано. Возможно, с вот этим вот таким легким, звонким стартом. Все звучит красиво. Есть немного специи. Но при этом аромат звучит как-то мягко. И, допустим, на моей коже, опять же, здесь зависит еще от кожи горячего, с холодной кожей. Также на мужчинах, на женщинах. В принципе, ароматы звучат по-разному. На мне как-то этот аромат со временем запудривается. Не знаю, будет ли так звучать на мужской коже этот аромат. Но на мне вот так. Появляются какие-то пудровые аккорды. Как будто бы немного гелиотропа появляется. Что-то вот такое. Но звучит он красиво. Звучит он приятно. Вот именно, опять же, на такую табачную тему. Но это аромат для тех, кто, в принципе, не отрицает табачных ароматов. Но в то же время и не сказать, что любит сильно пахнуть именно табаком. Вот это такая золотая середина. Если вы только, допустим, начинаете знакомство с подобными ароматами. Вам хочется что-то из табачной такой тематики. Но не хочется прям пахнуть откровенно табаком. То присмотритесь к этому аромату. Он действительно какой-то более мягкий. Даже сам флакон светлого оттенка дает какую-то ассоциацию, возможно, аромата. Потому что он действительно мягко табачный. Поэтому, если хотите начать знакомство с этим направлением, то это будет хорошим вариантом. Следующий аромат это Mancera Red Tobacco. И, кстати, честно говоря, откровенно говоря, не так давно, в принципе, я только распробовала этот аромат. Раньше мне он казался уж слишком ярким. Здесь вот именно, знаете, действительно воплощение вот такого вот вишневого табака. Он прям насыщенный такой, сладкий. Здесь присутствует вишня, знаете, как будто бы прям такая вишня сладкая или вишневое варенье. И добавлено какого-то алкоголя. И присутствует где-то табак. Возможно, даже какая-то дымящаяся сигара. В общем, что-то вот такое. Аромат очень теплый. Он действительно вот один из таких представителей, который прям вот тепло-табачный аромат. Даже горячий, он обжигающий. Он яркий. Он неимоверно шлейфовый и стойкий. Здесь, кстати, очень отчетливо. Я слышу также кожаные аккорды. Кожа здесь прям ощутимо. Но кожа здесь все равно приятная. Она не какая-то неприятная. Нет каких-то ассоциаций, там, нет каких-то ассоциаций, там, допустим, с конюшней или с чем-то таким. Звучит очень приятно, дорого. Но вот здесь вот прям композиция очень теплая. Такой нагретый табак, сладкая вишня и ваниль. Красивый. Красивый аромат. Прям распробовала я его, и он мне понравился. Он будет хорошо именно на прохладу. Этот аромат, действительно, который будет вас согревать. Вот именно такой прям согревающий. Следующий аромат это Монталь Уд Табак. Это, в принципе, недавняя новинка относительно, насколько помню, этот аромат 20-го года. И, в принципе, по названию я всегда обходила этот аромат стороной. Вот в этом, кстати, и преимущество аромабоксов. Если бы я не познакомилась с этим ароматом, я бы так и думала, что это совсем не мое направление. Уд Табак. Ну, как бы, не знаю, в принципе, по описанию мне казалось, что это вот абсолютно не мое. Но каково же было мое удивление, что здесь Уд очень мягкий. Здесь нет абсолютно никаких таких стоматологических, больничных аспектов. Он звучит здесь очень мягко. Табак здесь, кстати, тоже очень мягкий. И такое ощущение, как будто бы табак немного влажный здесь. Вот ощущение вот такое, какой-то влажности. Также здесь присутствуют корица и ваниль. И в этом аромате однозначно есть какое-то гурманское начало. Звучит все красиво, мягко. На моей коже даже, когда он раскрывается, он, знаете, каким-то звучит такими десертиками, что ли. Вот именно какие-то булочки с корицей, какие-то древесные аккорды. Но абсолютно нет ощущения такого прям чего-то отталкивающего, яркого, броского. Красивый, мягкий. Опять же, если вы хотите что-то с Удом, то, в принципе, для знакомства этот аромат очень даже неплохо. Попробовать, разносить его, я думаю, в принципе, он вас не разочарует. Потому что очень все мягко, ладно, красиво, не слишком громко, не слишком вычурно. Красиво, прям понравился и действительно приятно удивил мне этот аромат. Следующий аромат очень такой противоречивый. На любителя, можно сказать так. Это на Самата Блэк Афгана. А что касается, кстати, вообще разделения аромата женский и мужской, я бы, честно говоря, больше отнесла его к мужским по своему вкусу. Но из-за своего опыта знаю, что многие мои знакомые девушки пользуются этим ароматом. Здесь, наверное, кстати, еще играет очень большую роль дозировка. Если носить его совсем немного, то, в принципе, неплохо. Здесь у нас присутствует много смол, здесь присутствует табак, здесь присутствуют такие интересные компоненты, которые я, наверное, лучше не буду озвучивать. Если вас заинтересует, то придете, прочитаете пирамиду. В общем, интересный, необычный аромат. Вот это, знаете, наверное, прям один из рекордсменов парфюмерных по стойкости. Он действительно выносит двери, выносит окна, где вы находитесь, он все заполняет собой. Если вы любите такое направление, то присмотритесь. Для меня он тяжеловат. Знаете, вот эти все ноты и вот эта вот какая-то сладость, смолы, амбра, вот это все как-то звучит так, что мне немного становится некомфортно в нем. То есть он, как бы, может быть, я не соответствую этому аромату, но как-то, знаете, у меня рисуется образ совсем другого человека, то есть носитель этого аромата должен соответствовать ему. Как-то, не знаю, дорасти до этого аромата, потому что он очень яркий, но это однозначно один из парфюмерных шедевров. Это очень популярный аромат и, думаю, с ним обязательно нужно познакомиться. Уже другое дело, понравится он вам или нет, но познакомиться с ним однозначно стоит. Следующий аромат нос от бренда Ormond Jay называется он Mon Tobacco. И для меня, кстати, этот аромат стал открытием, я не была с ним знакома раньше. И что касается этого аромата, меня он очень удивил своим звучанием. Аромат звучит очень интересно и нетривиально. Здесь вот это, знаете, один из представителей именно такого табачного направления, где присутствует как будто бы немного табачно-сигаретного аккорда, но при этом влажного, как будто бы вот немного мокрый табак. Но это не звучит отталкивающе, это не звучит неприятно, это очень красиво, все ладно, звучит. Но, знаете, интересно, что вот может быть, в принципе, ассоциация уже мокрого табака, потому что здесь присутствуют какие-то такие акватические аккорды. Вы прям ощущаете себя на побережье какого-то моря, то есть присутствует в аромате много воздуха, и он прям прохладный. Он прохладный, он такой освежающий, здесь присутствует кардамон, зелень какая-то, знаете, цитрусы, бергамот, и все это с таким влажным табаком. Возможно, табак здесь, в принципе, изначально был не влажный, но вот эта вот вся акватическая тема придает воздуха и влаге аромату. Звучит он красиво, звучит он, в принципе, как унисекс, но, допустим, я бы хотела, чтобы мой мужчина пах таким ароматом, потому что, с одной стороны, он влажный, но в нем есть какая-то, знаете, не сказать, что прям мускулинность, но какая-то немного брутальность есть. Интересно звучит, интересно, очень такой привлекательный аромат, очень стильный, отстраненный, сдержанный, мне прям он очень понравился. Что касается носила, пья его сама? Возможно, да, но под сомнением. А на мужчине, мне кажется, он будет просто умопомрачительно звучать. Обалденно, просто рада, что познакомилась с ним благодаря аромабоксу. И последний аромат, который обязательно, конечно, должен был быть в этом боксе, это у нас Tom Ford, табачная ваниль. Это, знаете, такой прародитель вот этого табачно-ванильного направления. В принципе, я вам рассказывала про аромат от бренда Frank Buckley. Это, в принципе, тоже такой, знаете, последователь этого аромата, на мой взгляд. Но, кстати, тот аромат мне нравится тоже очень. И в чем-то даже больше, наверное, чем Tom Ford. Почему? Потому что Tom Ford, табачная ваниль, звучит, да, табачно-ванильно. Здесь присутствует ванилька, здесь присутствуют сухофрукты. Но здесь их не так много, как хотелось бы. Но, с другой стороны, я, по-моему, насколько помню, что по отзывам, что раньше этот аромат был более такой насыщенный в плане сухофруктов, сейчас их стало меньше. Но я не скажу, что это стало плохо. То есть, это как-то плохо повлияло на этот аромат. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. А сейчас композиция, в принципе, также приятна. Это ваниль, это табак. Табак, как будто бы, знаете, даже в этом аромате для меня становится немного вишневым. То есть, есть немного прослеживается. Это такая вишневая нотка. Но она абсолютно еле уловимая. То есть, есть ароматы с более ярко выраженным вишневым табаком. Здесь это все мягко, нежно, красивый, узнаваемый, шикарный. Тоже, опять же, мне кажется, такой максимально такой универсальный аромат. В том плане, что, думаю, он понравится многим. И это прям 100% унисекс. То есть, он звучит как на мужчине классно, так и на девушке. Интересный, такой красивый, мягкий. Ну, в принципе, я думаю, он в особом представлении не нуждается. Познакомились мы с вами со всеми ароматами. Я еще раз убедилась, что я очень люблю табачное направление в ароматах. И также мы с вами узнали, что, в принципе, табак может звучать абсолютно по-разному. Может абсолютно по-разному обыгрываться и быть от прохладного до огненного такого обжигающего в ароматах. В общем, да, очень интересное направление. Мне нравится оно. А я с вами уже буду прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал randewu.ru. Также подписывайтесь на мой канал. Ссылка на мой канал будет в описании к этому видео. И до новых встреч!